Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной видеопоказ украшений, винтажных и не очень, которых я нашла, которые я нашла в наших благотворительных магазинах. Живу я в Канаде, для тех, кто у меня впервые покупает свои украшения в благотворительных магазинах, показывает с ценами в канадских долларах. И на моем канале не только украшения, на моем канале видеообзоры магазинов, примерки, в общем, болталки, все, что мы, девочки, любим. И давайте я вам покажу быстренько затравку, коротенькую, из того, что мы сегодня будем рассматривать. У меня всегда очень плохо фокусируется в начале телефон, поэтому все видно плохо, но я надеюсь, что это даже и к лучшему. Меня просят иногда, чтобы я не показывала подробно все, потому что пропадает интрига и пропадает, так сказать, интерес. Так, поскольку я покупаю украшения не только винтажные, но и всякие разные, на это я вам начну пока с не винтажных украшений, а с просто чего-то, что словило мой глаз, и поэтому я их купила. Безумнейший совершенно браслет, девочки, я понимаю, это был просто момент какого-то хочу. Момент хочу. Шесть долларов он стоит, стоил. Не бесплатно, но, в принципе, короче, он огромный, он весь блестит. Он весь в камнях, усыпанный камнями. Я знаю, что это, конечно, вещь не винтажная, никакая не старинная, маркировок никаких на нем нету, но он сделан очень хорошо, довольно качественно, и он бесподобно красивый. Я сорока, я люблю вот это все, девочки. Так что не ругайте меня сильно, но здесь вот бабочка, цветы. В общем, это потеряно что-то, или это так было, не знаю. Нет, здесь просто прозрачный камушек. В общем, ну вы понимаете, да? Вы понимаете, что со мной случился приступ сороки, и на фоне этого приступа я купила этот браслет, но он действительно очень красивый. Вот я поеду на курорт, и я там вечером буду в нем ходить. Больше мне некуда в нем ходить. Ну или куда-нибудь там, на какие-нибудь встречи с друзьями, в какой-нибудь ресторан, бар, на танцы. На танцы с ним сложно, потому что он тяжеловат и будет мешать. А вот так вот в какую-нибудь поездку. Ну, в общем, долго не буду останавливаться, вы все поняли. Со мной случилась сорока. Следующее украшение тоже современное, сразу вам скажу. Кстати, мы так-то бродились с вами по магазину, вместе его рассматривали и покупали. Я не уверена, что я выложила это видео. И выложу это видео, потому что там особо нет большого интереса в нем. Ничего такого эдакого великого я не нашла. Ну вот показывала вещи, которые я тогда нашла. Кроме причитаний, что я так долго ехала, так долго ехала и напрасно, и ничего интересного, хорошего здесь нет. В этом видео мало что есть. Ну, может быть, все-таки выложу, как видео разочарование. Кстати, я покажу то, что я тогда купила. Стоило это украшение 6 долларов. Я покажу то, что я тогда купила в этом магазине. И добавлю еще парочку каких-то брошечек, которые у меня давно лежат и ждут, что я их покажу. Просто потому что в этом магазине я купила мало. И это неинтересно. Будет короткое видео неинтересное. И, кстати, этот браслет я уже купила тогда, когда я уже перестала снимать. Просто вдруг на него наткнулась. Короче, это современное украшение. Это компания Chicos. Очень известная американская компания, которая производит одежду и украшения вообще для женщин все подряд. Вот эти Chicos. Они ценятся довольно дорого. В магазине Chicos такое украшение стоило бы долларов 50-40, наверное. Ну, наших канадских у нас в Канаде. А я его купила, как вы видите, или за 6, или за 5. Очень мне понравились вот эти вот элементы монеток. Причем сделаны с двух сторон. Сделаны очень интересно. Не понравилось мне вот это вот, как под бирюзу вот этот пластик, который сделан. Он даже не очень-то пытается быть бирюзой. Но очень понравились вот эти монетки, элементы. Вот эта штучка вот здесь, видите, такая. Вы видите, как хорошо, качественно все сделано. И оно как бы такое состаренное, стертое. Прикольно, правда? Причем с двух сторон. Причем сделано очень качественно. Вот это вот. В общем, все металлические части в этом... Что-то здесь написано. Тоже, видите, как будто погнутая старая монета. Все металлические части в этом колье мне очень понравились. Мне не очень нравятся вот эти голубые элементы. Но бусины. Ну, я подумала, ладно, пускай будет. Потому что, в принципе, это не так плохо выглядит. А на шее выглядит вообще прекрасно. На лето супер. Супер-пупер. Так, давайте посмотрим на такую брошь. 8 долларов она стоила. Брошь очень хорошего качества. Видимо, винтажная. Очень толстая, длинная игла. Не нашла я ее ни в каких нигде. Игла прям такая толстенная. Поэтому я ее взяла. Потому что вот она произойдет впечатление. Очень качественный, хороший брошь. Так интересно здесь сконструировано, что вот с обратной стороны вот этот лист, вот эти два, они как будто спаяны. А вот этот лист центральный, он как будто бы просунут вот в это вот колечко, которое припаяно к одному из листов. Очень интересная конструкция. Здесь как будто бы должна была бы быть маркировка, но ее нету. Качество просто великолепное. Она очень тяжелая такая, знаете, крепкая брошь. Прямо такая крепкая, хорошая брошь. Качественная. Красивая. Красивый цвет металла. Благородная. Большая, крупная. Очень будет красиво смотреться на каких-то жакетах, пальто. Ну, в общем, ну, взяла ее, потому что, несмотря на отсутствие маркировок и каких-то вообще признаков. Обратная сторона, кстати, сделана, интересно, именно брошировкой, а вот эта вот, видите, гладенькая. Ну, в общем, короче, сделана хорошо, качественно. Видно, что весь хороший, а не дешевая, а не простая. Так, эта брошечка была из другой, из другого магазина. Я купила ее в другом магазине, не в тот мой заход, но вот решила вам ее показать. Стоила она 6 долларов. По-моему, эта компания... Нет, я думала, что 1928, что у нее обратная сторона сделана так. Но нет, никаких маркировок на ней, по-моему, нет. Покупала давно, поэтому не помню. Нет, маркировок нет. Брошь или винтаж, или под винтаж, по-моему, находила ее. Поставлю картинку, если вам... Если вспомню, если найду. Брошь-планка. Очень красивые кристаллы, посмотрите. Красивущие. И черная эмаль. Классический арт-деко стиль. Достойная брошь, замечательная, красивая. Маркировок нет. И из той же серии брошь, тоже купленная в другом магазине. Тоже брошь-планка. Вот эта, по-моему... Нет, это тоже не тысяча детства. Боже мой, что ж ты, я все же перепуталась, забыла. Почему-то мне казалось, что... Что кто-то из них... Нет, здесь просто какие-то завитушки. Изображены. Значит, эта брошь точно винтажная. Насчет предыдущей я сомневаюсь. А это 100% судя по игле и длинной игле. Толстой большой игле. Сделана из довольно тонкого металла. В центре цветочек и жемчужинка. Тоже брошь-планка. Под... Это сделано... Если это вот арт-деко, то это сделано под викторианский стиль. Очень красивая. Изящная брошь. Прекрасно сделана. В прекрасном состоянии. Очень красивая. Очень буду носить ее с большим удовольствием. Так, дальше у нас... Возвращаемся к моему магазину. Походу в магазин. Эту брошечку я тоже нашла там. Она стоила 4 доллара. А может и не там. А может тоже ее из какого-то добавила. Потому что получается очень мало. Маленький показ. И вот не помню. Потому что мне кажется, казалось, что там в магазине все было очень дорого. Я даже удивилась, что я так далеко ехала. Потратила столько бензина и час времени своего, чтобы доехать в одну сторону. В надежде, что чем дальше от цивилизации, тем будет лучше. Лучше товар и дешевле цены. Но очень ошиблась. Поэтому возможно, что эта брошь была из какого-то другого. Из какого-то другого опера, из другого магазина. Там было все очень дорого. А эта брошь стоила 4 доллара. Значит, смотрите. Обратная сторона. Маркировок нет. Но брошь абсолютно винтажная. Все эти заклепки говорят об этом. И маркировок нет. Как интересно сделаны эти листья. Листики. Тоже находила ее, по-моему, на ресейле. Видите, она такая. Не плоская, а у нее очень-очень интересно сделанный вот фасон такой. Красивые. Очень красивые кристаллы. Смотрите. Как это все переливается. Они немножко такие сероватые, желтоватые. Но мне кажется, что это так должно быть. Красавцы какие. Давайте постучим. Давайте постучим. Стеклышки. Эти такие маленькие. Что по ним и стучать-то трудно. Но я уверена, что это стекло. Потому что очень старый. Старая брошь. И они в таком состоянии. Так переливаются, что пластик так не может. В таких старых изделиях. Вот так вот выглядеть. Так, следующая брошь у нас тоже 4 доллара на стол. А может, это все из того же магазина, девочки? У меня просто все уже смешалось, путалось в голове. Не обессудьте, пожалуйста. Я уже не помню, что и где покупала. Вы, наверное, уже посмотрите это видео мое из этого магазина. К тому моменту, когда увидите вот эти украшения. Этот показ. Я думаю, что я его уже в то видео выпущу. Если вообще выпущу. Я не смотрела его на монтаже. Я просто помню, что когда я снимала, у меня было большое разочарование. И монтаж его я еще не видела. Может быть, при монтаже я посмотрю и решу, что не стоит оно того, чтобы увидеть свет. Так, здесь написано Spain. Spain, как во всех изделиях, под дамаскин. Я уже знаю, что это не настоящий дамаскин, а под дамаскин. Мне уже объяснили, что дамаскин – это пластины вот с этой вот таки, с гравировкой, которые вставлены воправо. Ну, в общем, как-то так. Я, может быть, неправильно выражаюсь. Но я поняла, что вот дамаскин выглядит по-другому. Я уже теперь знаю, что такое настоящий дамаскин, а что такое изделие под дамаскин. Но маркировка Spain, Испания, значит, все-таки более или менее имеет какое-то отношение к дамаскину. Здесь вот интересные белые такие кристаллики. Красивая брошь. Не совсем типичная для броши дамаскин, потому что там, в принципе, очень редко встречаются какие-то кристаллы, какие-то вот такие элементы. Но, тем не менее, красивая брошь, достойная и с маркировкой, что всегда приятно. Так, следующий браслет. Браслет, браслет. За 6 долларов. И он тоже маркирован. Очень интересный браслет. Посмотрите, какой он красивый. Как он хорошо, красиво сделан. Кто это у нас, по-моему, Эйвен, если я не путаю сейчас. Давайте посмотрим. Давайте все это снимем. Я, знаете, сначала, когда я его увидела, я подумала, что он вот здесь вот разнимается вот так вот и надевается на руку. И когда почувствовала вот это вот все, я подумала, что он какой-то поломанный или что. Потом я поняла, что это все здесь скреплено, закреплено. И это застежка с маркировкой. Давайте читать, что у нас здесь. Ой, как неудобно все. Эйвен, да, видите? Эйвен. Давайте его примерим. Я не знаю, насколько он старый. И не знаю, насколько он ценный. Но он маркирован, он красив. Так, красиво выглядит. Красивые жемчужины. Красивый браслет. Очень интересный, знаете, необычный и хорошо очень выглядит на руке. Главное не потерять его немножко большой. Видите, вот так вот я его могу даже снять, не расстегиваясь. Соответственно, надеть. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, я могу его потерять. Ну, надеюсь, что нет. Вот такой вот красавчик. Так. Следующая брошь досталась мне за 6 долларов. Понимаю, что изображает она пальму, видимо, с кокосами. Наверное. А может, и не совсем другой изображает. Это просто мне показалось. Брошь тоже винтажная. Опять же, расскажу вам снова про длинную толстую иглу, которая говорит о винтажности броши. Маркировок нету, хотя задняя, обратная сторона выполнена очень качественно, очень хорошо. Что тоже, скорее всего, говорит о винтажности. Ну, и сама брошь очень красивая. Красивые жемчужины. Все на месте, не потеряны. Немножко такого желтоватого цвета. 10 жемчужин. Все-таки это пальма, правда? Красивая брошь. Я, знаете, покупала ее сначала. А, опять жемчужинки, опять золото, жемчужинки. Ну, сколько можно? Одно и то же. Но, сейчас глядя на нее, я не жалею, что я ее взяла. Потому что она действительно очень интересная и красивая выглядит на каком-нибудь жакете, на лацкане. Посмотрите. Мне она очень нравится. Хорошо, что купила и не передумала. И последнее украшение. Очень интересная цепь с интересными элементами. Тоже с небольшими потерями эмали. Что очень обидно. Но, вы знаете, я все-таки решила ее взять. Мне очень редко попадаются вот эти украшения, полностью покрытые белой эмалью. Я знаю, тем более, что она маркирована. Я знаю, что есть этот целый такой тренд. И люди, которые собирают именно вот такие вот украшения, полностью покрытые белой эмалью. У меня, тем более, что стоила она 4 доллара всего лишь эта цепочка. И маркирована она. И я знаю, что это прямо вот редкость большая. Потому что я никогда у нас, практически никогда, не встречала изделия вот такими вот, сделанные таким вот образом. Значит, это колье, цепочка Трифари. Трифари. По-моему, вот делал вот такие, да? Я не ошибаюсь, девочки. Трифари. Вот такие шилдики вешал на свои изделия. Цепь вся покрыта белой эмалью. И вот эти элементы. На многих эмаль сошла. Я находила что-то похожее в интернете. Продавали очень дорого, но там оно в хорошем состоянии. Там не совсем такая цепь. Там цепь с элементами вот такими вот. Просто которые так свисают такими гроздьями. Я вам покажу, вставлю картинку. Очень бы хотелось восстановить, как можно белым лаком или чем для ногтей. И покрыть потом чем-то, да? Я знаю, что лаком для ногтей восстанавливают эмаль. Если найти чисто белый лак, то в принципе можно попробовать. Но это не совсем так, потому что он не чисто белый. Он чуть-чуть такой кремовый. Вы понимаете? Вот чисто белый. Вот белый это вот. А это немножко другое. То есть найти надо будет что-то подобное. В общем, подумаю, что с этим делать. Как мне попробовать восстановить это изделие. Опять же повторюсь, часто, не часто. Иногда вижу у блогеров вот именно вот эти вот изделия. Вот такого вот типа. И удивлялась, что никогда у нас не находила ничего подобного. Ни разу. Вот нашла. И тем более три фаре решила взять. Несмотря на не очень хорошее состояние. Но подумала, пускай. Подумаем, что с ним делать. Цена была 3 доллара. 4, в общем, вообще практически бесплатно. Что ж, дорогие друзья. Вот такое сегодня у нас видео. Наверное, короткое получилось. Особо никаких ценных таких находок супер-пупер каких-то нет. Были очень интересные, приятные винтажные вещи. Вот броши. Браслет, так сказать. Дань моей внутренней сороке. Вот это интересное украшение. Буду с удовольствием его носить. И очень надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Если вы у меня впервые. Очень надеюсь, что вы со мной останетесь. А на сегодня все. Всем привет. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.